Коллектив Молдавского металлургического завода поддерживает Вадима Красносельского на предстоящих выборах. Свою позицию работники ММЗ озвучили на общем собрании. По мнению металлургов, на заводе за пять лет произошли большие перемены. Подробности в нашем сюжете. На ММЗ, одном из самых больших предприятий республики, сегодня провели общее собрание. Металлурги выразили доверие и поддержку президенту Вадиму Красносельскому. Аргументы металлургов простые. В 2016 завод, крупнейший налогоплательщик, был на грани остановки. Без денег и с огромными долгами. Спасти ММЗ удалось только благодаря поддержке государства. Новое руководство республики, по сути, сохранило завод. Я один из немногих людей, который понимает, в 2017 году в каком состоянии завод передавался новому руководству. В других странах заводы с такими отрицательными показателями, с такими финансовым состоянием, в общем-то, не запускаются. Сегодня мы с вами производим стабильно больше 500 тысяч тонн по году. Это заслуга действительно нас всех вместе, всего коллектива, благодаря не только поддержке, но и помощи заводу в непростые условия. Завод снова стабильно работает. Это дало возможность вернуть премии и социальные программы. Как изменился ММЗ, сегодня говорили те, кто трудится на заводе не один десяток лет. Я, например, 35 лет на заводе работаю. Я не помню такого периода, чтобы мы совершали такой рывок, такой скачок, который мы сделали за последние пять лет. Более 30 работников получили жилье. Поэтому хотелось бы, чтобы это все не останавливалось на одном месте, чтобы это двигалось вперед. Поэтому мы предлагаем поддержать кандидатуру кандидатов в президенты Красносельского, Дима Николаевича, потому что мы с этим связываем дальнейшее наше развитие и движение вперед. Сегодня на ММЗ рабочие говорили о том, как поменялся облик их родного города. В Рыбнице появились современные общественные пространства. Преобразился наш центральный парк, преобразилась площадь наша красивая. Самое главное – это набережная. Все приведено в такой красивый, приятный вид для меня, для моей семьи. У меня трое деток, поэтому мне есть с кем побегать. Но сейчас по набережной очень приятно ходить, очень приятно отдыхать. Я буду поддерживать Вадима Николаевича Красносельского. Его отношение к нашей республике, как к своему личному дому, наведение порядка, наведение красоты, чистоты, мне очень нравится и импонирует. На следующий год у ММЗ большие планы. Модернизация оборудования продолжится. Это возможно благодаря поддержке государства. Очень важно то, что на сегодняшний день виды, чаяния, надежды трудового коллектива, прежде всего, администрации предприятия, руководство государства не едины. Это развитие предприятия, это добиваться еще более позитивных результатов. Именно под руководством Вадима Николаевича Красносельского во многом нам это получилось добиться и, надеюсь, мы добьемся еще больше. 12 декабря в Приднестровье пройдут выборы президента. Металлурги к этому важному событию в жизни страны относятся серьезно. Сегодня на собрании сотрудники ММЗ говорили, обязательно пойдут голосовать.